МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Черкесске небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер западный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 0,2. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 8 градусов. Спортсменка из Карачаева-Черкесии Валерия Мезенцева вошла в сборную России по боксу. На недавнем первенстве России среди девушек, проходившим в Московской области, Валерия завоевала серебряную медаль в весовой категории 54 килограмма. Также одним из судей первенства стал судья всероссийской категории, директор детско-юношеской спортивной школы поселка Кавказского Арсен Чекунов. О том, как прошли соревнования и о результатах, они рассказали в интервью нашей программе. Доброе утро всем. Доброе утро, Валерия. Доброе утро, Арсен. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я хочу, Валерия, тебя в первую очередь поздравить с тем, что ты успешно выступила на первенстве России, и вас поздравить, Арсен, с тем, что вы стали судьей этих соревнований. Для начала я хотела бы, Арсен, спросить у вас, где проходили эти соревнования, и представители каких регионов были на нем представлены? Эти соревнования проходили в Московской области, Одинцовский район, село Покровское. На этих соревнованиях принимали участие спортсменки всех округов Российской Федерации. 15-16 лет и 17-18 лет. Арсен, насколько я знаю, вы были судьей этих соревнований, как вам это удалось? На этих соревнованиях от каждого округа были представлены по два человека судей. От Северокавказского федерального округа был я и представитель Старопольского края. Критерий отбора для судейства Первенства России такой, чтобы каждый судья был с разных регионов, то есть с разных федеральных округов, чтобы была объективность судейства. Плюс к тому еще должны соответствовать квалификационной категории судей. Там судьи международной категории были, с российской категории. Я в прошлом году мне присвоили звание судьи с российской категории. Плюс к тому, буквально два месяца назад произошли структурные изменения Федерации бокса России. И были представители Федерации бокса России, в том числе генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев. Он провел совещание с судьями, с представителями регионов. И вот в день полуфиналов проводил совещание с судьями. На этом совещании отметил объективное судейство. То есть никаких нареканий от представителей регионов к судьям не было. То есть судейство было объективным, честным. Валерия, у тебя второе место. Конечно, я бы хотела узнать, с кем ты вышла в финал. Расскажи, пожалуйста. В финал я вышла с соперницей из Краснодарского края Екатериной Молчановой. Она два раза становилась победительницей первенства России и финалисткой первенства Европы. Валерия, какие соревнования надо было выиграть, чтобы попасть на это первенство России? Я должна была выиграть Северо-Кавказский федеральный округ. И вот в итоге я попала на первенство России. Ты сегодня пришла с Арсеном, который был судьей этих соревнований. Но я знаю, что у тебя другой тренер. Расскажи, кто твой тренер? Мой тренер Давыдов Александр Степанович и Денис Александрович. Ты стала серебряным призером первенства России. Скажи, пожалуйста, когда и где следующие соревнования? Насколько я знаю, это будут первенства Европы. Ну, сначала будут сборы. Потом, возможно, поеду на первенство Европы. Я благодарю вас за интервью. Спасибо вам большое. Это все, о чем мы успели вам рассказать в этом выпуске. Следующий выпуск Вестей смотрите в 11.45. Хорошего продолжения дня. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова